Книга «Открытым окон», том 3, вопрос 1174. Какие из известных вам книг полезно читать? Новокрещенным. Полезно ли читать «Добротолюбие», «Аскетические опыты» Игнатия Бринчанинова, «Поучение Исаака Сирина», «Ефрема Сирина», «Авы Дорофея» и «Оанна Кронштадтского»? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Полезно все это читать, но поймешь ли, о чем там говорится. Попробуй, испытай немного. Ознакомиться нужно, просто необходимо, но применить это на практике намного сложнее. Я все эти книги начитывал на пленку, знаю их содержание. Видимо, не случайно этих людей называли «ангелами во плоти» или «небесными людьми». Когда Гавриил Романович Державин написал «Оду Бог», то Кюхельбекерн записал в своем дневнике по прочтению. «Да понимал ли он то, о чем написал? Это же самое восклицание вырывается у меня, когда читаю этих гигантов духа. Брать на себя неподъемное, жить по тому уровню, которым они жили, вряд ли сразу удастся без надрыва. Для меня в этом вопросе образцом остался Иоанн Златоуст. Хотя, повторяю, я распространял на пленках все эти произведения, труды. Все пять томов добротолюбия умещались на 14 пленок по 375 метров. Звучание каждое на четырех дорожках, 8 часов 20 минут. Если за один замес я выпускал 10 экземпляров на 10 магнитофонах, а таких замесов были десятки, то можно представить, какой огромный опыт накопился у меня, поддерживавшим тесную связь со всеми, кто покупал мне эти пленки. Свидетельствую, что не было ни одного случая, когда бы из одной местности, из тех, кто уже слушал вышеназванное, другие делали заказ на добротолюбие. А записанную Библию, жития святых, если один экземпляр попадал в монастырь или к архиерею, заказывали большинство из тех, кто там слушал, хотя бы частично, еще и еще. Это не один-два человека. Когда я так отвечаю, то мне это возвращают с довеском, что я запрещаю читать вышеназванные книги. Это не так. Я просто хочу, чтобы эти книги и пленки не просто стояли на полочке, но притворялись в жизнь. Книга «Тайна святых» наглядно показывает, что когда люди, особенно молодые ревнители благочестия, пытаются подражать этим неподражаемым, супердуховным христианским мыслителям, то эти доморощенные восхитители святости кончают умопомешательством. Субтитры создавал DimaTorzok